Добрый день, дамы и господа! Сегодня, когда глаза всего мира обращены в сторону Израиля, особенно интересно, я думаю, понять, что же такое израильская армия. Самое, конечно, самое лучшее, чтобы понять это, это послужить мне, но если вам не удалось, если вам не посчастливилось, то, по крайней мере, послушайте человека, которому посчастливилось. Когда меня забрили в ЦАЛ, ЦАЛ – это армия обороны Израиля, ну, точнее, будет сказать, коротко постригли, мне было 26 лет. И я уже два года с небольшим жил в Израиле, но из-за того, что общался практически только со своими бывшими земляками. Мои знания еврита были, ну, минимальными. Иногда это приводило к мелким и досадным, иногда смешным, и в случае, о котором я хочу рассказать, к судьбоносным последствиям. Полдня нас, великовозрастных новобранцев, в тот день нас старше 20-23 лет, а оказалось около 50 приехавших из 12 стран и водили нас по огромному лагерю распределения и одевали, обували, выдавали различный солдатский инвентарь. Так что к обеду на руках у каждого оказался плотно набитый, огромного размера тюх, а на шее болталось по паре тяжелых солдатских ботинок. И вот со всем этим скарбом, измученные, ничего не понимающие, голодные, мы выстроились в очередную очередь. «Что теперь?» – спросил я по-английски у стоящего впереди еминского еврея, который вежливо ответил мне что-то по-французски. Что именно он ответил, я не понял, но понял за то, что по-французски. Через минут 20 подошла и моя очередь. Я втащил мой тюк в дверь маленького домика и оказался в комнате, в которой стояло два стола, а за ними сидели офицер и приятная девушка в солдатской форме. Офицер что-то сказал и показал рукой на стоящий перед его столом стул. Я понял, что надо сесть, сел и протестнул офицеру сопровозиловку, то есть бумагу с моей фамилией и отметками о том, какой именно скарб мне был уже выдан. Офицер что-то сказал девушке-сержанту. К этому времени я уже разглядел ее лычки. Она почему-то радостно вскликнула, затем порылась и принесла ему мое личное дело, а с любопытством в это время на меня поглядывая. Листая мое дело, офицер что-то говорил звонким мальчишеским голосом, иногда поглядывая на меня и добро, улыбаясь. Когда он поднимал голову, я тоже улыбался и пивал. Наконец офицер закончил листать мое дело, посмотрел мне прямо в глаза и сказал что-то очевидно очень ему важное, но мне совершенно непонятное. Сказал и замолчал. И некоторое время, улыбаясь, смотрел на меня. Девушка-сержант тоже смотрела на меня и тоже улыбалась. Мне захотелось сделать им что-нибудь приятное. И так я запомнил последнее слово, которое произнес офицер, то его-то я совершенно неожиданно сам для себя и повторил. Звучало это что-то типа хаканим или целкофим или что-то еще такое же, но мистически непонятное. Офицер вскочил, обошел в стол, пожал мне руку, после чего уселся, записал что-то в мое личное дело, сделал пометку в собраводеловке, вручил ее мне и снова пожал руку. Когда так и не поняв, что произошло, я вышел из домика, то немедленно наткнулся на одного американца, с которым мы вместе стояли две или три очереди тому назад. «Эй, Герри!» – сказал я. «А вот в этом домике что делаю?» «Распределение, продам войск», – сказал Герри. «Кстати, а тебя-то куда?» Я подумал и попробовал еще раз воспроизвести вот это вот слово. «Панцахам? Цанханим, что ли?» – почему-то удивился Герри. «О, оно!» – сказал я. «Так это же десантные войска элитной части. Прыгать будешь с самолетом. Курс молодого бойца у них не четыре недели, как у нас, у всех остальных, а шесть месяцев в особо трудных условиях и без одного отпуска. Ты-то зачем им нужен своим варикозным расширением вен, гастритом и пожилым возрастом? Да и берут туда только волонтеров». «Во-лон-теров», – подумал я. «Берри ушел, и я понял, что если я не предприниму каких-то немедленных и отчаянных действий, то должен буду в течение долгих месяцев прыгать из летящих на большой высоте и большой скорости самолета, а приземлившись бежать, стрелять и посвимать всюду за 18-летними призывниками, вместе с которыми для начала обязан буду пройти шестимечную непрерывную боевую подготовку без единого дня отпуска». И я рванул назад к симпатичному офицеру и девушке-сержанту, так быстро решившему мою судьбу. Я влетел в комнату, где в это время находился другой призывник, бросил мешок на пол и с помощью тех 12 слов, которые знал на иврите, произнес приблизительно следующую речь. Говорил я следующее. «Молодых мальчиков хочу, нет, прыгать, больно, хочу скорее билет на автобус». После чего, исчерпав весь свой запас слов, от отчаяния стал изображать стреляющего из пулемета Чапаевца. Двое серьезного размера молодых человека. С повязками на руках, типа полиция, неизвестно откуда появились в комнате, быстро скрутили меня и вынесли из помещения, при этом как пушинку, подхватив мой неподъемный мешок и упавшие с шеи в ботинок. Меня почти не били, так как вскоре выяснилось, что я распределен не в десант «Цан-Хамим», а в артиллерию «Цан-Хамим», и что молодой офицер улыбался и долго говорил со мной по причине полного соптодения наших имен и фамилий, и по этому поводу не поставил мне формально штампы, отправил в столовую, как других, а вышел из-за стола, пожал руку и пожелал всего наилучшего. Словом, я попал в артиллерийский полк в Синае и на всю жизнь стал артиллеристом. Так получилось, что очень скоро мое имя стало известно, если не по всей армии обороны Израиля, то, по крайней мере, во всех ее артиллерийских частях. Я горд тем, что то, что стало впоследствии называться трюком тунеядца-профессионала, и изучается теперь на всех курсах по работе с призывниками, пришло в голову из всех миллионов служивших в цахаре евреев именно мне. Идея была, на самом деле, проста и лежала на поверхности. На курсе молодого бойца нас все время заставляли что-то делать. Одним из основных занятий сержантского состава было отслеживать, чтобы мы ни секунды не сидели без действия. Еще я заметил, что если солдат залит каким-то, с точки зрения командного состава, полезным делом, выкапывание ямы или чуть позднее закапывание ямы, перенесением боеприпасов ближе к штабу, или потом через некоторое время подальше от штаба, его никогда, никогда, никогда не отогут или пошлют в другое место делать что-то другое. Дальнейшее было делом техники. Я нашел шестиметровый, практически невесомый обрезок дерева, положил его на плечо и пошел по лагерю. Меня никто не останавливал, и я скоро. Ну, обнаглеб, скажем так, да, заходил под таблички «Вход строго воспрещен» или «Только для офицеров». Мимо меня, не видя меня, проходило мое и не мое начальство. Никому из них не приходило в голову, что какой-то идиот в солдатской форме может просто так, по собственному почину, таскать на плече доску. С их точки зрения солдатикам кто-то куда-то с какой-то целью с этой доской послал. На обед и на ночь я прятал доску под вагончик, в котором спал, а утром после завтрака снова клал на плечо и шел гулять по лагерю. Ко мне пригляделись, привыкли и стали пропускать всюду, даже без доски. Поэтому я принял решение обеда только в офицерской столовой, иногда по два раза в день. Продолжалось это райское существование, оно где-то две приблизительно недели, пока, хорошо выспавшись под офицерским клубом, я с доской на плече не вышел на плац полку, выстроенному в каре, в честь неожиданного прилета командующего артиллерийскими поисками. Последствием было три дня непрерывного мытья посуды и чистки картошки, после чего ко мне подошел ротный и сказал, «Конечно, ты хулиган и вонючий обманщик, но мозги у тебя работают, поэтому мы решили учить себя на наводчика третьей пушки. Учиться будешь у шмулика». Понял? А полностью я эту речь понял, когда через год подошел к нему еще раз и попросил повторить то, что он мне сказал. Но тогда я понял, что стану наводчиком на третьей, и что это большая честь и доверие людей, которые воюют бок о бок с тобой и вручают тебе отчасти ответственность за их жизни. В нашем полку было три самостоятельно действующих батареи, каждая состояла из четырех самоходных пушек и кучи вспомогательного и командного транспорта и персонала. Каждую пушку обслуживал, ну, как минимум десяток человек. Обычной задачей батареи было поддерживать танки или пехоту в подавлении артиллерии противника. Стреляли наши пушки на 20-30 километров и на таком расстоянии попадали по квадрату 200 на 200 метров. В отличие, кстати, от имевшихся на вооружении арабов русских пушек, точно с которых была слабо, мол, километром на километр. Когда батарея выезжала на позицию и получала координаты цели, то пристреливалась по нему одна пушка, а остальные выставлялись по ней. Так вот, пристреливалась как раз третья пушка по батарейному расположению, которая стояла рядом с бронетранспортером командира. И скорость ее пристрелки, а значит и жизни тех, кого батарея прикрывала, зависели от скорости и сообразительности двух человек. Старшего офицера батареи и наводчика третьей пушки. Коим на нашей батарее и был легендарный Шмулик. И вот теперь на эту роль предназначался я. Утром следующего дня ко мне подошел Шмулик. Росту в нем было от силы метр шестьдесят. Ручки маленькие, пальчики толстые. Другими опознавательными знаками было несуразно сидевшая форма и красный диплом математического факультета Московского государственного университета. Правда, тогда нам отмехи на гражданке. Шмулика звали Илюша. Кроме скорости пристрелки, Шмулик был известен следующими двумя эпизодами. Во время ночного дежурства, когда единственное место, где Шмулик не должен был находиться, как охраняющий, был круг света от горящего посредине лагеря фонаря. Шмулик читал под этим самым фонарем толстую книгу, то ли по математике, то ли по физике. Только что приступивший к своим обязанностям новый командир полка, решил лично обойти и проверить посты. И обнаружил Шмулика в кругу света и тихонечко подойдя, украл у него валяющийся на песке автомат. Затем, наставив этот самый автомат на Шмулика, сказал Ефрейто, Шмулик тогда только что получил это высокое армейское звание, почему ты сидишь под фонарем? Не отрываясь от книги и не поднимая головы, Шмулик ответил, потому что в темноте о столоп трудно читать. Командир полка был настолько ошарашен логикой ответа, что вместо того, чтобы немедленно арестовать Шмулика, спросил, а что ты читаешь? Шмулик впервые обратил внимание на спрашивающего. И несмотря на то, что, как он мне потом рассказывал, ему не понравилось, что при разговоре этот одетый в офицерскую форму человек наставляет на собеседника автоматическое ружье, решил все-таки остаться в рамках межливости и ответить. Он сказал, а вот тебе недоумку не понять. И снова ткнулся в книгу. А ты попробуй меня. Это я перевелся в ритм. Настаивал обидевшийся командир полка. Шмулик снисходительно произнес название книги, в которое слово «интеграл» было самым простым и понятным. Командир полка проявил некую заинтересованность и сказал что-то, что по последующему рассказу Шмулика не было уж совсем откровенной чушью. Шмулик сказал, что книга тупая, и кто этого не понимает, явно страдает мозгозамороженностью и дебилизмом. Командир полка что-то на это ответил, и завязалась беседа, которая продолжалась до утра, и в которой смертные не подняли бы ни одного слова. Комполка оказался доцентом физического факультета университета Тель-Авива, и то самое, что с увлечением ругал Шмулик, читал студентов. Когда Шмулик демобилизовался и был приглашен руководить группой математиков при командующем ВВС Израиля, он разыскал нашего командира полка и привел в свою группу. Но это произошло уже много позже того, когда Шмулик, когда его застукали читающим книгу на ночном дежурстве. Второй эпизод был такой. Посреди тренировочного лагеря начальство решило организовать газон. Шмулику, как самому бесполезному, как тогда считало начальство солдату, дали семена и приказали окучивать землю и высадить траву и полевые цветы. Около месяца Шмулик каждый день поливал газон и заметно от себя привязался к вынесшей зелененькой травке. А через месяц на плац спустились три вертолета, из которых вышли тогдашний министр обороны Мошера Ян и куча генералов и, сбиваясь в половину, пошли от воющих вертолетов к штабу. Впереди министр, за ним толпа военных, навстречу, естественно, офицеры из лагеря. И встретиться они должны были точно на газончике Шмулика. «Моше!» – сокричал стоявший по стойке смирно Шмулик, бывший Илюша, который должен был стоять по стойке смирно и молчать. «Эй, Моше!» «Куда идешь?» «Там газон!» «Не видишь, что ли?» и легендарный Мошера Ян – министр обороны Израиля. Остановился, посмотрел под ноги, потом помахал рукой Шмулику, что, мол, понял и извиняется, и обошел газон, а за ним обошли траву и все сопровождающие его генералы. И вот этот самый Шмулик печальными своими карими еврейскими глазами смотрел на меня, всем своим видом показывая, что учить меня на наводчика – дело сложное, ему совершенно ненужное и, главное, бесполезное. Наглядевшись и, очевидно, убедившись в чем-то, что он давно подозревал, Шмулик вздохнул и сказал «Еврей, звучало это как «Ебгегегегегей, не любят, когда по нему стыгегегегеляют, поэтому ебгегегегей нагагагавит стыгегегать бобэст гегегея». После чего Шмулик рассказал мне историю нашего артиллерийского самоходного полка, начав ее так «Два наводчика, тому назад». Итак, история полка «Два наводчика, тому назад». Американцы решили распродать вывезенное из Вьетнама ненужное вооружение. В списке были тяжелые дальнобойные самоходные орудия, на которые подали заявки бельгийцы, японцы и израильтяне. Автор не ручается за точность информации и просто пересказывает рассказыванную ему историю. При продаже оружия в сделку входит также обучение представителей и покупателей, поэтому на полигоне в Неваде были собраны на месячные курсы представителей вооруженных сил государств, будущих пользователей самоходов. Примерно через пару недель начальник курсов сообщил израильскому военному в Аташе, что в то время как бельгийцы и японцы посещают занятия представителей ЦАЛа пропали и по слухам ошиваются в Лас-Вегасе. Аташе активизировав секретные контакты, нашел пропавших на озере Тахо и потребовал отчета. Солдаты же израильской армии утверждали в своем оправдании, что пушку знают вдоль поперек, готовы в честном поединке, если им прикажут, перестрелять не только перьбийских японских сокурсников, но и американских инструкторов. Аташе в свою очередь образно объяснит героям ЦАЛа, какой величины будет клизма и куда именно она будет вставлена, если на отчетном показе что-то будет не так. В день окончания курса на трибунах расселись как представители вооруженных сил стран-покупательниц так и около 60 Аташе стран, которые пользовались американским оружием. Упражнение, которое показывалось, состояло в следующем. На плац перед трибуной со скоростью 30 км в час вылетала самоходка в сопровождении командирского бронетранспортера. Проверяющие давали координаты противника и после того офицер в бронетранспортере производил расчеты в каком направлении поставить пушку. Пушка окапывалась, то есть вкапывала щит, который погашал отдачу. Затем выставлялась в правильном направлении и приняв уточненные данные производила выстрел. Затем получала от командира работающего по рации с наблюдателем новые данные. Снова выставлялась, стреляла подаваемыми с земли снарядами. Стреляли обычно вилкой недолет-перелет. С третьим снарядом должна была на 12-й минуте поразить цель. Квадрат 200 на 200 метров. Удаленные на 10-12-15 километров от позиции батареи. На этом ставшем легендарном отчетном показе в Неваде первым выехали американцы. Остановились по команде. Инструкторы через две минуты получили направление стрельбы, за это время выложив позади пушки необходимое снаряжение и снаряды. Повернули пушку, окопались, получили уточненные данные, выстрелили на 8-й минуте первый раз, на 10-й второй и на 12-й точно поразили цель. За ними выехали бельгийцы, выполнив упражнение чуть менее четко, но ровно на 14-й минуте попали третьим снарядом поисковому квадрату. Японцы ввели некое усовершенствование во взаимодействие расчета и поразили цель на 11-й минуте. Наконец, на плац вылетела израильская самоходка. Получила приказ остановиться и, не дождавшись данных от старшего офицера, начала окапываться, при этом почему-то двигаясь одновременно в разные стороны и подняв вокруг себя невероятный столб пыли. На 6-й минуте из этой полевой завесы невидимая самоходка произвела первый выстрел, а на 7-й вторым выстрелом цель была поражена. Израильтян остановили, отправили обратно на исходные позиции, пушка снова со скоростью 30 км в час вышла на плац, остановилась как копаная, начала ерзать, снова остановилась, из люка выскочил водитель, стащил шлем, бросил его на землю и демонстративно уселся на песок, сложив руки на груди. Командир, громко ругаясь на смеси русского и идиш, сам прыгнул в люк и снова полевая завеса заволохла место действия. Ровно на 6-й минуте пушка произвела первый выстрел, а на 7-й вторым снарядом поразила цель. К моменту окончания этой истории мы со Шмуликом уже подходили к нашему полигону, где нас ждала третья пушка и ее экипаж в полном боевом составе. Я пожал множество рук, после чего командир экипажа сообщил по рации о готовности и получил добро на упражнение. Самоходка отошла в сторону, вышла на скорость 30 км в час на рубеж, получила приказ остановиться, окопалась и на 5-й минуте произвела выстрел. А на 6-й по свидетельству контроля поразила цель. И в ГГГ объяснял Вешмулик несколько позднее дала голова дана, которой он должен уметь пользоваться. А если уметь ее пользоваться, ну и еще и не любить, когда по тебе с ТГГГ ляют. Вот я и считаю, в голове координаты, сказал Шмулик, пока командир на компьютере все выверяет, мы уже в нужном направлении стоим. Ствол подняли почти точно куда надо. Я, сказал Шмулик, несколько раз до второй цифры после запятой с компьютером совпадал. Это он хвастался, конечно. И, конечно, есть еще одна важная штука, сказал Шмулик Подумов. Мы ведь в основном огневое прикрытие, ну там танковым частям, пехоте, а у меня в каждом полку по другу, а то и по два. Вот, например, когда мы прорыв 16-го танкового прикрывали, так я ж по радио слышу, у них там ад. По ним со всех сторон лупят, у меня там Борька Зальцман на втором танке. Мы с ним с пятого класса в шахматный кружок ходили. Конечно, я как арифмометр считал, у меня только руки тряслись немного. Зато мы на себя две батареи противника оттянули и пару штурмовых самолетов. Нас, конечно, засекли, но мы нашей троечке ушли на запасную позицию и пристреливались, а остальные пока в это время отстреливались и перебазировались к нам. Так что я Зальцман сказал, что Мурик ни на секунду, ни на секунду без поддержки огневой не оставил. Я ему потом сказал, что он мне ведро томатного сока должен. Но когда Алик Шарон без пехоты одними танками клином на стыке второй и египетской вошел, так там у меня просто обувальфсон. Так что сам понимаешь. Прошел почти год. Сменились на третий два командира. Полностью, почти полностью обновился экипаж. Пришло время и мне думать о демобилизации. Среди новобранцев я заметил огненно-рыжего великовозрастного, эдак, года 23 солдата с серыми печальными глазами. Рыжий с печальными глазами назывался Петей и оказался выпускником рижского ГВР. Петя всегда имел при себе колоду карм, которые молниеносно летали у него в коротеньких покрытых рыжей шерсти руках. Когда же я узнал, что Петя на гражданке зарабатывал себе на жизнь игрой в тренированце, с заменой я понял Найтина. Я рассказал Пете историю нашего полка, которую начал три навыщика тому назад, а потом показал ему упражнение на плацу. Ровно через 4 минуты 30 секунд наша пушка выстрелила первый раз, а через 45 секунд вторым выстрелом попала по песковому квадрату. Петцале, объяснял я, скажу тебе совершенно честно, что не думал, что привнесу в это дело что-то свое, оригинальное. Ну, куда мне равняться до славы таких гигантов, как Шмулик или Теодор Альтер, который двумя пушками и одним подбитым танком 4 часа держал наступление сирийского танкового корпуса под ЦФАТом. Просто нас бросили на Голланды как раз, когда у самой Твери, ну, у места, где Иисус сходил по воде Акипоску, по ремонтным мастерским где-то досидел Ромка Каплан. Арабы лупили из ракет. Наша авиация давала нам наводку на источник выстрелов, но мы никак не могли их накрыть. Они отстреляются и валят на другую позицию. В горах ветер, они еще с противоположного склона лупят. Все это на компьютере надо в расчет принять, а у нас как на грех молоденький старший офицер, вот только из училища. Ну, ребята, наблюдатели говорят, кто у вас там наводчиком, мы ему координаты дадим, ну, а он что, не ждал компьютера, лупанул в ту сторону, хоть испугать. Конечно, трудно было с первого раза понять, какую на ветер поправку делать, но хочу похвастаться, что со второго раза я их накрыл по большому счету. Мне Ромка потом рассказывал, что там две машины было вроде катюш, так вот одну размазал я прямым попаданием, а вторая от взрывной волны под гору кубарин скатилась. С тех пор начальством и приказала в критической ситуации говорят, можешь выпускать первый снаряд до получения уточненных данных от компьютера, чем и пользуюсь. Во-первых, сигареты у офицеров блоками выигрываю, закладываемся с ребятами, кто быстрее компьютер или я, а во-вторых, жить стало веселее. Вот, собственно, и вся история о национальном израильском характере, о том, как из ленинградского еврея я превратился в израильтянина. Ну, перед окончанием все же надо рассказать несколько слов об одном эпизоде после армейской жизни, куда без этого. На День независимости меня, вот, только что демобилизованного пригласили в дом Кацхампурабину, премьер-министром был человек в это время. Был там человек 200, военные дипломаты, министр с женами. Я, конечно, специально свою сержантскую форму надел, мне, несмотря на сопротивление, нашили все-таки две налички, налички, а и все больше рядом с генералами тусовался. Обступили меня, помню, кружком. Три генерала и две чьи-то жены. И вопросы задают. И что бы я ни сказал, хохочут над каждой фразой. Ну, просто надрываются. И так громко хохотали, что подходит к нам хозяйка дома Лея Рабин, жена премьер-министра, а поинтересоваться, в чем дело. И через пару минут так вежливо меня берет за рукав и тянет в сторону. Я, говорит, Лея, хочу подобретить тебя, что если ты думаешь, что ты говоришь на иврите, то ты оживаешься. Как так, говорю? Я вроде понимаю все, что мне говорят, а меня понимают просто, все без исключения. Конечно, говорит Лея, конечно, тебя понимают. Вот, к примеру, сейчас ты ведь, наверное, хотел сказать что-то вроде не может быть или что за странность. Вот, верно? И я тебя поняла. То есть я поняла, что ты хотел сказать, но сказал ты на чисто арабском языке, что моей мамы половой орган неправильной формы, после чего в довольно учтивой форме, но опять по-арабски, почему-то предложил переспать с моей младшей сестрой, но на этом не успокоился и добавил и с братом тоже. И так как голос у тебя громкий, а рост высокий, то об этом предложении узнали все, кто находится с нами в одной комнате, включая главного Рамида Израиля и послов Аргентины и Никарагуа. Вот так. Защищай друзей, считай в уме поправку на ветер, а они без тени улыбки учат тебя не языку твоей исторической родины, а арабским ругательствам. И более того, специально при тебе именно так и разговаривают больше года. Единственное, что немного успокаивает, что я успел научить весь полк, весь полк к словам, которые надо говорить мамам понравившихся им девушек из России. Можно сказать, чувствовал, какую подлянку они мне устроят. Ну вот, собственно, и вся история. История о том, как Ленинградский еврей стал израильтянином. Чего, кстати, вам желаю. В отличие от Шмулика, который остался в военной форме и демобилизовался, наверное, уже, конечно, не ниже полковника, а может, даже генерала, я начал писать рассказы, которые некоторые считали смешными. Рассказы много раз издавались и переиздавались во множестве российских, русскоязычных журналов, так и переведенные на другие языки. Но до сегодняшнего дня никогда не были собраны воедино в книгу. А вот теперь собраны. Книга смешных былиц под странным названием сыграла значение. Выпущена. Если кому-то интересно, то вы можете приобрести ее на сайте Кабертон. Сноска будет дана ниже. Должен сказать, что я вам завидую. завидую потому, что вы сможете прочесть эти рассказы в первый раз. Это, если честно, не сам придумал это предложение, а написал о Хенри во вступлении к повести Сердца трех. Вот все-таки я, честный человек, мог бы не сказать, что это украдено, правильно, и выдать за свои. Пора прощаться. Спасибо, что слушали. И очень надеюсь, что то, что я вам рассказал, даст вам немножко больше понимания израильской армии и жизни государства, которое с момента своего возникновения ведет непрерывную войну, который проигрыш означает уничтожение всех шести миллионов евреев, которые там живут. До следующих встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова